МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ВКТ время новостей, в студии Инга Габешия. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. 150 миллионов на социалку. Столько выделили депутаты на этот год. В Сочи прошла сессия городского собрания. В микрорайоне КСМ скоро откроется Центр национальных культур. Вторую жизнь получил Старый дом культуры. У мусорных контейнеров установят видеокамеры, а нарушителей поймает комиссия. В Сочи найдут хозяев брошенных мешков. Прогноз от Ванды. В Сочи Дельфин Оракул предсказал результаты полуфиналов Кубка Конфедерации. Борьба за демографию в Краснодарском крае снизилась младенческая смертность, а число абортов уменьшилось на четверть. О ситуации в системе здравоохранения региона главе Минздрава Веронике Скворцовой доложил губернатор. При этом, по словам Вениамина Кондратьева, на Кубани, как и по всей стране, падает рождаемость. Для улучшения демографической ситуации в крае в этом году в рамках обязательного медицинского страхования выделено 170 миллионов рублей на программу ЭКО. Говорили также и о завершении строительства перинатального центра в Сочи. В целом же на развитие всей отрасли здравоохранения Кубани направят 70 миллиардов рублей. Деньги пойдут на финансирование лечебных учреждений, оказание высокотехнологичной помощи, закупку оборудования, лекарств для льготников, а также на строительство офисов врачей общей практики. На Кубани уже начали формировать новый состав общественной палаты. Об этом сегодня ее секретарь Любовь Попова рассказала главе региона. Набор будет идти по новым правилам. 15 человек представит губернатор края. Приглашение кандидатам Вениамин Кондратьев подписал во время встречи. Столько же человек от регионального законодательного собрания. После чего они выберут еще 15 новых членов общественной палаты. По мнению Вениамина Кондратьева, важно, чтобы прежде всего это были мощные эксперты и неравнодушные к жизни края люди, которые станут помощниками власти в решении различных проблем. Что сегодня происходит объективно? Сегодня власть слышит сама себя. Вот те доклады, которые сама себе и пишет. А мне важно, чтобы власть не только сама себя слышала, но и то, что на самом деле говорит народ, а власть, может быть, друг другу не докладывает. Вот сегодня основная задача в моем понимании и предназначении общественных палат это объективная информация, которая должна доходить до власти о состоянии гражданского общества. А ваша основная задача это, чтобы информация была объективной. Очень хороший путь вы нам подсказали во время нашего пленарного заседания. Это организацию в муниципалитетах края общественных палат муниципалитетов. И здесь у нас в крае, в 10 муниципалитетах есть общественные палаты. Они очень хорошо работают. Они ведь работают на то, чтобы слышать население, чтобы каждый человек знал, что он не один. Также во время встречи подвели основные итоги работы общественной палаты края за минувший год. Как отметил Вениамин Кондратьев, члены палаты принимали активное участие в нулевых чтениях законопроектов. И почти 75% замечаний депутаты потом учли при редакции законов. Работа общественной палаты края, на мой взгляд, очень эффективна сегодня. И краевая общественная палата является вот тем зеркальным отражением проблем. И эти проблемы обозначают перед властью. Проекты законов, которые на нулевом чтении через вас прошли, где вы не просто их пролистнули, а где вы их проработали, и внесли конструктивные где-то дополнения, где-то изменения. И при том к вашим изменениям и закатали собрания края, и органы из-под власти прислушались, и они уже нашли отражение в принятых законах. Ну и при выборах в законодательном собрании края, я тоже уверен, что вы не будете стоять в стороне, а тоже примите активное участие. Вы лично, как руководитель общественной палаты, и члены общественной палаты, что позволит нам еще раз получить гарантию того, что выборы в законодательном собрании будут прозрачными, честными, и все, кто на самом деле достоин быть депутатом в законодательном собрании края, им станет. В конце встречи Любовь Попова передала главе региона доклад о состоянии гражданского общества за 2016 год. В нем также детально отражены все итоги работы краевой общественной палаты. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Сегодня состоялась сессия городского собрания Сочи. Народные избранники внесли изменения в ряд постановлений. Это юридические и организационные поправки в правила благоустройства и санитарного содержания территории города, а также схемы продажи муниципальной собственности. Отныне все льготы будут выставляться на электронные торги. Это нововведение позволит сделкам стать прозрачными и привлечет больше покупателей. Помимо юридических изменений, необходимых для пополнения казны и муниципального контроля за правилами благоустройства, депутаты отдали свои голоса за предоставление на безвозмездной основе площадей ряду социально ориентированных организаций. Предусмотрели народные избранники и финансирование исполнения наказов избирателей на год. 150 миллионов рублей депутаты закладывают на решение проблем в отрасли образования, спорта и ряда других социальных сфер. Проголосовали депутаты и за переезд коллектива 84-й школы. У нас началось строительство новой школы, совет Куаджи. И поэтому мы, бедколлектив и детей, вынуждены были переселить в школу 79. То есть учебный процесс не нарушается. У нас там будет две смены. Сейчас 79-я была в одной смене, но будет две смены. Единственная поправка от депутатов по этому вопросу касалась организации перевозки детей. В школе будут учиться 300 человек. И важно, чтобы количество автобусных рейсов в этом районе увеличилось. Управление образования уже занимается решением этой проблемы. Всего же на сессии было рассмотрено 22 вопроса. Следующее заседание депутатов городского собрания Сочи состоится 26 июля. В микрорайоне КСМ скоро откроется Центр национальных культур. Так администрация города дала вторую жизнь Дому культуры, построенному еще в советское время. Расскажет Татьяна Говоркова. Расписанные стены, разбитые окна и замок на двери. Так выглядело здание Дома культуры еще в ноябре прошлого года. Оно закрылось во время перестройки. С тех пор стало местом притяжения отнюдь неталантливых людей и любителей кино, как это было в советское время. Я строил его, этот клуб, в 70-х годах мы начали строить, в 75-м открытие было, если не ошибаюсь. Раза три-четыре я ходил, было очень хорошо. Ну а потом начали рекламные эти, в 90-х годах начали рекламные эти щиты выпускать. И молодежь полностью по улице Труда, по КСМ, по Большому. Ну что делали? Курили, пили, ходили. Некуда было молодежи деваться. Мы очень благодарны главе города, что он нашел средства и выделил нам на ремонт этого клуба. Вопрос восстановления Дома культуры был непростым. Многое пришлось сделать главе города, чтобы этот объект стал муниципальным. Дальше финансовая составляющая. И несмотря на то, что в бюджете города на счету каждая копейка, Анатолий Пахомов изыскал средства и выделил на капитальный ремонт 34 миллиона рублей. Теперь важно, говорит городоначальник, чтобы новый Центр национальных культур, именно с таким названием Возродица Дома культуры, работал на достойном уровне. Важная задача сегодня, чтобы действительно было подобрано штатное расписание, должны быть работники. И эти работники уже сегодня должны смотреть и говорить строителям, нам надо сделать вот так. Это должен быть центром, куда будут ходить и дети, и взрослые, и находить себе увлечение по душе. Капитальный ремонт здания площадью 1500 квадратных метров начался в марте этого года. За три месяца строители сделали многое. Облагородили фасад, утеплили стены, отремонтировали потолки, заменили все линии коммуникаций. Сейчас занимаются главным залом, киноконцертом, монтируют сцену и зрительские места. Все работы, которые внутри уже подготовлены, под кабинетом, под секционные работы, потому что здесь же сам смысл, много секционной работы. Здесь юные художники, здесь декоративная, здесь вышивка, здесь много, плюс пение, плюс танцы. Здесь большая работа готовится. И вот эти помещения практически уже на 60-70% готовы. Идет, и постоянно идет работа. Постоянно здесь глава приезжает, начальники управления культурой. Ну, постоянно на контроле у всех, потому что микрорайон большой. Руководитель Центра национальных культур планирует открыть и спортивные направления. Уже сейчас большое количество молодежи, не только микрорайона КСМ, но и ближайших сел интересуются перечнем кружков. Уже осенью обновленный Дом культуры откроет свои двери. Праздник в микрорайоне КСМ запланирован на 1 октября. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи проведут серию единых информационных дней. Глава города встретился с лекторами, которые будут вести встречи с жителями. Это актив курорта. Работники различных сфер, которые любят Сочи, помогают ему готовиться к крупным мероприятиям, поддерживают в нем порядок. Всего около 100 человек. Они будут встречаться с жителями во всех районах курорта. В последние годы Сочи, отметил глава города, кардинально изменился. Получил новую инфраструктуру, учреждения здравоохранения, образования, культуры. И если раньше все самое лучшее создавалось в городе в первую очередь для туристов, то сейчас для комфортной жизни местного населения. И важно именно в живом диалоге от лица таких же сочинцев рассказать о всех преобразованиях. Рассказать, что они живут в самом лучшем городе России. Что и по благоустройству, и даже по материально-техническому обеспечению, по уровню заработной платы, по возможности детям или с самих работой. Все это нужно рассказать. И мы, конечно, такие лекции будем проводить. Естественно, от них надо готовиться, как готовится материал. Сочи – лидер по многим направлениям. С 2012 года построено 18 дошкольных учреждений, 5 школ. Сейчас строятся сразу 3 школы. В верхней беранде – совет Кваджи, новый корпус в школе номер 100. Система здравоохранения развивается. Появилось несколько больниц, оборудованных современной техникой. В них работают специалисты, которых привлекали со всей России. Сейчас в Сочи самый современный автопарк скорых. Недавно добавилось еще 20 машин. Ежегодно добавляются новые рабочие места. Уровень зарплаты у нас самый высокий в крае. Работает программа переселения из аварийного жилья. Это лишь часть работ, которые проходят в городе. При этом именно живые встречи могут дать и обратную реакцию жителей. Их замечания помогут определить сферы, на которые, по мнению сочинцев, важно сейчас уделить особое внимание. Мусор ничей, но вот платить за него должны все. Такая ситуация сложилась в последнее время на центральных улицах города. Вечером из многочисленных кафе и салонов красоты выносят мешки и ставят прямо у дороги. Разобраться, кто же украшает таким образом курорт, отправилась комиссия. Такой урожай убирать, конечно, надо. И как можно скорее. Летом САГ перешел на трехсменный режим работы. Машинам приходится вывозить и такие вот бесхозные, главное, неоплаченные грузы. Репутация курорта важнее. Однако попустительством заниматься тоже никто не планирует. Поэтому сотрудники районной администрации, полиции и ТОСов вечером отправились в рейд. Понаблюдать, кто помогает расти куча мусора. Вот и первый нарушитель. Она смело идет через дорогу и верной рукой кладет мешок под дерево. Вы с какой организацией? Так вот здесь рядом кулинарной истории. Кулинарная история? Да. А у вас заключен договор? Да, сегодня хозяйка была, она ничего не сказала. Я бы не принесла. Ну, это ее дело. Мое дело, что она мне скажет, что и делает. На все вопросы ответ один. Вот здесь обычная. Мне сказали, вот так делаете, вот так я делаю. Если сотрудникам заведений надо напоминать, куда выбрасывать мусор, в районы администрации это готовы сделать. Выдается лицо уведомление, приглашается на комиссию и составляется протокол. Штраф до 100 тысяч рублей. Только по итогам одного рейда в течение трех часов комиссия встретила полдесятка таких нарушителей. Отсутствие у предприятия договора с САХом – это прямое нарушение санитарных правил и федерального законодательства. Ведь мусор из заведения все равно куда-то выбрасывают. Такие же рейды комиссия проведет еще не раз, в том числе и на других улицах. К тому же в популярных у нарушителей местах уже сегодня начали устанавливать видеокамеры. Они появятся и рядом с контейнерными площадками. Таким образом, под контроль попадут и те, кто сваливает строительный мусор. Его САХ вывезет, но эта услуга обойдется нарушителю дорого. Стоимость вывоза взыщут принудительно вместе с внушительными штрафами. К другим новостям. Словом, мы все больны футболом. Перефразируя известную песню группы «Сплин», именно так можно описать сегодня обстановку в Сочи. Спортивные баталии увлекают не только взрослых. Насмотревшись матчей на дворовые площадки, выходит все больше детей с мячом. Растут не только спортсмены, но и болельщики. Попробуй не играть как Бекхэм, когда у тебя такая группа поддержки. Здесь на Донской футбольный матч – вечерняя традиция. Приходят все и стар, и млад. Порой даже семьями. Вот и в семье Киут. Один играет, второй только готовится. И все после Кубка Конфедерации. Мы вообще в полнейшем восторге от самого матча, от самих матчей, от проведения, от организации. Теперь старший сын с удовольствием вообще просто решил заниматься футболом. У нас в городе достаточно много тренеров и секций спортивных, так что будем стараться. Дворовый футбол не значит слабый. Здесь с ребятами работает каждый вечер профессиональный тренер. В перерыве, как и у взрослых, краткие наставления. Но есть в этой команде то, о чем во взрослом футболе могут и не мечтать. Настя Карибова – игрок уважаемый. Клубы ее пока не перекупают, конечно, но команды борются за такого вратаря до последнего. Делимся, потом просят, Настя, давай ты за нас, Настя, давай ты за нас встанешь. Вот так вот. Пока одни гоняют мяч, другие не могут оторваться от экрана телефона. Там тоже футбол. Все как на серьезных матчах. Снят свой же матч и надо его разобрать. Пример взяли с известных команд. И болеть за них на фишт ходили все. 3-1 очень было красиво. Очень интересно было, да. Стадион видели? Конечно. Да, мы на все матчи ходили, на фиште, которые были. Я лично еще на полуфинал. И хотя здесь вместо трибун окна соседних пятиэтажек, спортом площадка активно живет круглый год. А летом так и вовсе каждый день. Во время каникул шефство над ней взяла спортшкола. До 100 человек бывает. То есть в зависимости от того, опять-таки, какой интерес. Если футболисты, это вот порядка 50 человек как минимум. А еще плюс волейболисты, еще 20-30 человек, 3-4 команды каждый день практически. Ну и малыши, кто играет, скакалки прыгают, рисуем. Мы здесь вот. Поэтому до 100 человек бывает. Немноголюдная площадка станет завтра. 29 июня в полуфинале в Сочи сойдутся сборные Германии и Мексики. Болельщики прильнут к экранам, а счастливчики затаят дыхание на стадионе. Чтобы потом снова собраться здесь и обсудить, кто играл лучше и как играть так же. Галина Моисеева, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. В Сочи «Дельфин Оракул» предсказала результаты полуфинальных матчей Кубка Конфедерации. Ранее Афалина по кличке Ванда угадала результаты всех игр группового этапа турнира. «Дельфина» уже прозвали «Наша Ванга». Накануне матча ей предложили два футбольных мяча с надписями «Странсоперниц». Дельфин выбирает один и приносит его в зубах тренеру. Пока результат предсказаний стопроцентный, отмечает тренер. Ванде 10 лет. Она родилась в дельфинарии Геленджика. В Сочи быстро стала вожаком стаи. Кстати, опыт прогнозирования у Афалины уже есть. Ванда удачно прогнозировала результаты хоккейных матчей во время зимней Олимпиады в Сочи. Тогда точность ее предсказаний составила 90%. Сегодня «Дельфин» выбрал победителей полуфинала в Кубке конфедерации. По мнению Ванда, удача улыбнется сборным Португалии и Германии. Так ли это, станет известно уже завтра. В Сочи сегодня открылся научно-образовательный форум «Здоровье России. Сочи-2017». В его рамках в выставочном центре на Несеврской развернулись и сразу три специализированные выставки. Ну а организатором масштабного форума по традиции выступила компания «Сочи-экспо». «Здоровье России. Сочи-2017» – это крупнейший научно-образовательный форум. В его рамках проходят сразу три специализированных выставки. На стендах все самые современные разработки в области медицины и здорового образа жизни. Ведущие компании представили оборудование для медицинских центров и салонов красоты, аппараты для физиотерапии, косметологии, лечебную косметику, продукты для здоровья. Все то, что может не только лечить болезни, а главное – их предотвратить. Эти выставки очень полезны, потому что руководители этой выставки должны отслеживать наиболее перспективные направления в профилактическом методе. Вот именно в профилактике. Отдельное место на выставке занимает высокотехнологичное оборудование. Это экзоскелет. Кстати, отечественная разработка. В разы дешевле зарубежных аналогов. Этот аппарат предназначен для реабилитации и социальной адаптации людей с нарушением функций нижних конечностей, полученных в результате травм, инсульта или неудачной операции. У меня была авария на мотоцикле. Естественно, мне зажало грудной отдел позвоночника. И после этого, естественно, я парализовал меня. Можно беспрерывно ходить час-два, то есть спокойно. Но, естественно, это нужен большой труд, потому что идет большая нагрузка на руки, то есть непосредственно. Сам экзоскелет весит 22 килограмма, но этого не чувствуется. То есть, в основном, он несет тебя. А еще в рамках форума проходит первый открытый чемпионат по спа-массажу. Его проводит школа массажа города Сочи. Участники 20 лучших представителей профессии. Массаж существует несколько тысяч лет, и он дошел до наших дней. Следовательно, он эффективен. Мы хотели бы, чтобы произошел скачок в развитии в области массажных технологий и оказания этих услуг в городе Сочи. Интересна и деловая программа форума. Сегодня участники обсуждали развитие и улучшение системы здравоохранения. А завтра состоится Всероссийская конференция. Там в том числе и обсудят современные технологии восстановительной и спортивной медицины. Форумы выставки будут работать до 30 июня в выставочном центре на Несебрской с 10 до 18 часов. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Постоянный участник выставки – компания «Современная медицина-2020». Предприятие предлагает современное медицинское оборудование, которое подойдет для оснащения лечебных учреждений любого типа. Здравствуйте. Здесь на выставке у нас представлен замечательный передвижной рентгеновский аппарат полностью российского производства. Их уже более полутора тысяч стоит по России, работают прекрасно, прыгают вместе с нашими военными с парашютом, участвуют в разворачивании мобильных госпиталей. И это только один из немногих уникальных аппаратов, которые привезла на выставку в Сочи компания «Современная медицина-2020». Благодаря этому оборудованию можно провести точное обследование пациента и диагностировать разные виды заболеваний на ранней стадии. «Это портативный аппарат УЗИ компании «Санаскейп», китайский производитель, уже более 12 лет на российском рынке. Это стационарный аппарат УЗИ того же производителя, экспертного класса. Также используется для всех видов исследований. Здесь представлен эндоскопический комплекс производителя также «Санаскейп» для проведения гастроскопий и полноскопий. Все исследования можно записывать. У системы есть жесткий диск. Такое оборудование может работать в лечебных учреждениях любого типа, как в частном медкабинете, так и, например, в хирургическом стационаре. А вот таких аппаратов всего четыре по стране. Это комплекс «Кенитрак-7000» для лечения позвоночника. Он делает вытяжение позвоночника в трех плоскостях. Причем уникальность его заключается еще в том, что есть возможность воздействовать непосредственно на выбранный отдел позвоночника. Здесь не обязательно использовать врача в работе этого аппарата. То есть работать может и средний персонал. Современная медицина 2020 – официальный представитель компании, которая ввозит в Россию такие комплексы. Может организовать доставку и обучение на таком аппарате. На рынке услуг компания «Современная медицина-2020» уже более пяти лет. С предприятием можно познакомиться на форуме «Здоровье России» в Сочи до 30 июня. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Уникальное медицинское оборудование на форуме представила компания «Медтехника Москва». Один из ведущих поставщиков медицинского оборудования в Россию из Китая и Германии. Расскажет Ольга Десятого. Главный объект нашей заботы – это здоровье пациента и его комфорт, говорят менеджеры компании «Медтехника Москва». На рынке это предприятие уже больше десяти лет. Компания «Медтехника Москва» является одним из ведущих поставщиков медицинской техники из КНР, а также официальным дистрибьютором компании «Риботек», специализирующейся на производстве высококачественных средств реабилитации, а также медицинской техники. В нашем ассортименте вы сможете найти как средства реабилитации, так и линейку МЧС, массажные сквозстолы как сладные, так и стационарные, а также огромный выбор медицинских кроватей, как электрических, так и механических. Вот это, например, с электроприводом. Подходит как для больниц, так и для домашнего использования. У кровати есть функция – это подъем и опускание головной секции. Также у нее есть функция для мытья головы. Есть функция туалетного оснащения. Электрически мы убираем заглушку и выдвигается само туалетное устройство. Такие кровати удобны лежачим пациентам и значительно облегчают работу тех, кто ухаживает за больным. Важный параметр при производстве оборудования компании «Медтехника Москва» – это прочные материалы. Например, вот у такого кресла-стула. Это стул-бон. Он идет с санитарным устройством, где мы сидушку убираем, открываем туалетное устройство. У этих кресел используется сверхпрочный пластик, который не ломается. Компания «Медтехника Москва» имеет контракты с крупнейшими производителями из Китая и Германии. Все предприятия имеют необходимые сертификаты на всю продукцию, полученные регистрационные удостоверения. С компанией «Медтехника Москва» можно познакомиться на выставке в Сочи до 30 июня. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В рамках форума «Здоровье России» компания «Сошера Мед» из Горного Алтая презентовала продукты природной чистоты. Это 200 наименований товаров для поддержания и восстановления здоровья. Сырьевая база данной продукции – это флора и фауна Горного Алтая. А если точнее, в своем инновационном производстве специалисты «Сошера Мед» используют панты алтайского морала, бобровую струю, каменное масло, мумию и различные лекарственные растения. К слову, собирают природное сырье вручную. Вот уже 10 лет каждый продукт с логотипом «Сошера Мед» – это настоящее открытие в области оздоровительного питания и космоцевтики. Помимо средств от различных заболеваний, начиная от бессонницы и воспалительных процессов до вывихов и средств от инфекции бронхолегочной системы, компания «Сошера Мед» представляет натуральные косметические средства «Сошель» класса «Люкс». Это комплексы для ухода и очищения кожи, кремы против морщин и возрастных изменений, маски, масла и шампуни для волос. Что же касается детской серии смузи-концентратов «Бобродок» на медово-растительной основе с амарантом или бузиной, то она направлена на регуляцию иммунного статуса ребенка. Мы не используем ни консервантов, ни улучшителей, ни добавок каких-то натуральных средств органических, адекватные, совместимые с физиологическими процессами организма, не имеют никаких побочных действий. Также на стенде «Сошера Мед» можно ознакомиться и приобрести чайную коллекцию «Годжи Доктор». Это чайные напитки для повышения тонуса организма, восстановления мужской мочеполовой системы, профилактики инфаркта, нормализации уровня сахара. Выставка в рамках форума «Здоровье России» проходит в выставочном центре на улице Несебрская. Препараты новой концепции презентовала и компания «Витоукт». Это высококачественные инновационные фитокомплексы для поддержания здоровья, очищения организма и омоложения. Компания «Витоукт» при изготовлении фитокомплексов использует растительное сырье, которое выращивает на своих собственных плантациях, расположенных в экологически чистой местности, предгорьях Северного Кавказа. Основа же продукции – черный орех, гинкобелоба, так называемая, живоископаемая и диаскория кавказская. К слову, у истока в основании компании стоит известный фитолог Геннадий Гарбузов, автор 17 книг по оздоровлению натуральными средствами. Уникальная технология производства и поэтапного излечения экстрактивных веществ разработана специалистами Пятигорской фармакадемии и позволяет получить на выходе мощный беспиртовой экстракт, содержащий более 95% биологически активных веществ. Вся продукция наша является уникальной, не имеет аналогов, не содержит консервантов, ароматизаторов, не содержит спирта, сахара. Продукция компании «Витоокт» – это природный источник душевного равновесия, комплексная поддержка всех систем организма, оздоравливает желудочно-кишечный тракт и защищает от опухолей, очищает от более чем 80 видов паразитов, защищает печень, укрепляет сосуды и продлевает их молодость, нормализует давление, повышает активность мозга, понижает сахар и холестерин, восстанавливает потенцию. Выставка на Несебрской работает до 30 июня. И в завершении информация от партнеров программы. Стоматология Скаковский работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.